МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомните, что там у вас? Ну, сказали, аппендицит. Опять? Опять аппендицит. Ну, достали уже эти аппендицитники. Никакого разнообразия с вами. У вас там что, секта поедателей семечек? Вы, конечно, извините, но я не специально. Оно так получилось. А язва не могла получиться? Пулевое накройняк. Нет. Каждый день у нас одно и то же. Так, ну что, кто оперировать будет? Конечно, ты. Я вчера аппендицит удалял. Что значит, конечно, ты? Я, между прочим, позавчера три удалил. За час. В прошлом месяце 173 аппендицита. Я лучший работник месяца. Вон, фотография на доске почета. Иди, посмотри, иди. Твою или аппендицита? Ой. Да что ты вообще? Это не аргумент. Я на этой доске два месяца подряд висел. Меня, между прочим, даже в рекламу сниматься приглашали. А я отказался. Знаешь почему? Почему? Потому что там нужно было, опять же, разрезать человека и доставать из него семечки. Ладно, все. Давай по справедливости. Вот кого он выберет, тот и режет. Давай. 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 Вы, вы, вы измените, но мне все равно. Главное, чтобы побыстрее. О, очень болит. Вот, пожалуйста, человеку надо побыстрее. Ты моложе, ты быстрее. Давай скальпель в руки и надрез. Что значит, я моложе? Слышишь, дед выискался. Давай попацанячий тогда. Камень, ножницы, бумага. Через пять секунд мой коллега начнет операцию. Через три секунды вас будет оперировать вот этот доктор. Если можно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да что ж такое? Тихо. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, ура. Подожди. Ты что, выиграл, да? Блин. Поздравляю вас. Я буду вас оперировать. Спасибо. Уже не надо. Я его в морг не повезу. Ты повезешь. Че это я? Ты выиграл, ты и вези. Я выиграл. Я вчера возил. А я позавчера троих за час. А в прошлом месяце я сто восемьдесят четыре. Достойте вы. Я сам пойду. Следующий. На троих. Добрый день, Надежда Константиновна. Добрый день. А что, такие торжественные? Праздник какой-то? Да нет. Да нет, мы... Ну да, был бы праздник, были бы под шофе. А сейчас как стеклышки, похвально. Молодцы. Надежда Константиновна, мы просто решили последовать вашему совету. Да. Вы все-таки увольняетесь. Лучше. Мы бросили пить. Молодцы какие, а? А может, вы еще в коридорах школы курить не будете, а? Не будем. Особенно в спортзале. Теперь спортзал – это святое место. Ведь спорт так важен детям. А, ну похвально. Ну, сегодня на вас вообще приятно смотреть. Спасибо. Поглаженное, побретое. Ух! А ко мне зачем пришли? Ну, Надежда Константиновна, мы осознали, насколько вы были правы, что надо вести здоровый образ жизни, показывать пример детям. В общем, нам надо 10 тысяч ривен. Да. Вы что, с ума сошли? Зачем вам такие деньги? Как зачем? На инвентарь, мечи, гантели, козла купить надо. Ну и 3 тысячи на маты. Да. Сколько? У меня никаких матов на вас не хватит. Надежда Константиновна, но вы же сами говорили, что надо думать о детях. А, чтобы дети были счастливы. Да. А кроме того, нам нужны, причем достаточно срочно, рейки нужны, молотки, гвозди, доски, чтобы дети по-настоящему занимались трудами и были счастливы. Да все, хватит. У меня очень дорого обходится ваш трезвый образ жизни. Достали уже. Ладно, забирайте свое добро. А, нет, нет. Мы твердо решили. Нет. Вот это все, что я у вас изъяла. Забирайте. Что, Витя, такое? Что? Чтоб соточку накинуть можно было бы. Ну, это ж не 10 тысяч, правильно? Конечно, да. Черт с вами. Ну, видит бог, мы пытались. Да, мы старались. Наше решение было кремень. Но, слава директора. Кременнее. Кременнее. Давай, Кабан, шевели копытами. Начальник, да я не фотогигиеничный. Фотогигиеничный? Мы всем отделом смотрели видео с камеры видеонаблюдения. Ты там очень хорошо получился. Во! На 10 лет наснимал. А ты ничего не докажешь. Я там был в маске. В маске он был. Здрасте. Здрасте. Нам надо сфотографировать вот это вот поросенка. Фотосессия в стиле криминал? Да нет, обычное фото. Наличное дело. У нас же штатный фотоаппарат кто-то украл, продал и не поделился. Давайте, снимайте его. На каком фоне хотите фото? Могу предложить кирпичную стену или тюремную камеру? Да просто на обычном белом фоне. Снимите его и все. Белый фон, западло. Слышишь, дрыщ? А можешь сделать меня, что я типа на шезлонге лежу, вокруг меня тёлки загорелые, и я типа на Мальдиву? На белом фоне. Давай, кабан, чеши к стене. Сразу видно, вкуса у вас нет. А вариант с Мальдивами неплохой. Кабан, ну развернись ты. Сам сказал, к стене. Так, хорошо, смотрим в камеру. Ну вы хоть улыбнитесь, что ли? Кабан, сказали улыбнуться. Улыбайся. Прекрасно, работаем. Раз. Отлично. Странно. На всех фотографиях один и тот же блик. Это у него фикса отблёскивает. Кабан, можете её выбить, а? Головой. Хорошо, не улыбайтесь. А можете сделать героическую позу так, скрестив руки на груди, и смотрите уверенно в кадр? Как я тебе это сделаю? Меня тут браслетики мешают. А можно это снять? Не положено. Вы хотите фотографию или что? Уберите это. Блин. Давай, не быкуй. Это же ради искусства. Ради искусства, ради искусства. Руки, да. Отлично, отлично. Очень героично, очень героично. Эпически просто, эпично. Ну вот, смотрите, совсем другое дело. Видите? Вот. Кабан, у тебя лучшее фото в отделе будет. Спасибо, дрыщ. С меня причитается. Подождите, а фото? А? Точно. А давай меня сфоткай вот так. Братва, вообще офигеть. Давай. Смотрите, какая красота. На туре. Красивый фотоаппарат. Пойду, братве, покажу. Спасибо, дрыщ. На троих. Нет ключей. Ключей, говорю, нет. Нигде. Что я искала? Жарко? Что же делать-то? Что, что, что делать? Выбить стекло? Сейчас, молоток, сейчас найду. Сейчас, жди. Яна, ого, молотка нет нигде. Нету. Кирпича нету. Что? Что? В караоке? Что? Что? А, пить, пить. Жарко, пить хочешь? Сейчас, сейчас. Ларек. А, сейчас бегаю. Вот, кофе горячий. Пусть постоит, остынет. Ага. Что? Жарко? В бардачке. В бардачке влажные салфетки. Сухие. Я не знаю, что делать. Что, пойти? По жопе надавать? Что? А, тормознуть водителя, чтобы он открыл. Вот, молодец, сейчас. Ой, мужчина! Мужчина, помогите, пожалуйста. У меня ключи потерялись от машины, а там напарница застряла. Жарко очень, посмотрите. Помогите открыть. Ладно. Отдаете. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо огромное. Вы спасли мою напарницу. Мужчина, вы арестованы. В смысле? Я же вас только что спас. А где это вы так научились ловко машины открывать, а? Вика, давай наручники на него. Наручники? Я наручники потеряла. Сейчас, подожди. Сейчас найду. Чтобы ты себя потеряла. Я тогда пойду. Стойте. Блин, я вчера постареет потеряла. Ну, стойте, ну, мой. Ян, ножа на рычники. Что? Что? Я не хочу. Вот так вот, мама. Все люди в очереди стоят и мечтают о том, чтобы у них зять был таможенник. Ну, да, конечно. Должно же быть в человеке что-то хорошее. Он не может состоять из одних только недостатков. Мама. Сашенька, давай все быстро оформим и полететь, да? Все должно быть по законам. Давайте ваши паспорта. Сань, может, обойдемся без этого? Тут я вам не Саня, а еще полчаса, как работник таможни Александр Константинович. Это уже через полчасика я буду отпустить к Саше, а после Дьюти Фри буду уже турист Санек. Так, у вас все в порядке. А вот вас, гражданка, я попрошу задержаться. А ты хочешь в Турции отдыхать или переломы лечить? Так, женщина, мне придется досмотреть ваш багаж. Давай, давай, давай. Вот это. Что это? Мин. Да. Это нельзя. Саша. Видала? О, да, 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 да. Это тем более. О. Это точно нельзя. Слышь, ты, представитель, ты в Турцию на All-Inclusive едешь? Да. Ага. Так вот ты пить не будешь. А вот это уже прямая угроза работнику таможни. Я вас за это снять с самолета могу. Ой-ой-ой, извините меня, пожалуйста, извините. Но все равно у вас нет оснований. У меня нет оснований? Да. Саша! Что ты делаешь? А теперь внимательно посмотрите. Сюда. Ну. И сюда. Я вас снимаю с рейса за поддельный паспорт. Все, Вика, я тебя жду в самолете. Ах ты, гад, я тебя сейчас убью. Я тебя убью. Я тебя убью. Ты, гад, я тебя убью. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм и лайкайте страничка «Справедливость». Давай, заходи. Слушай, гадина. Вот. Сюда, мои странички. Это, это, это что такое? Это, это вор. Давай, суди его. Судить? Вот, да, ты судья. Да, я суд. То есть суд-я. Я судья. Вот и суди давай его, вора этого. За что его судить, дедушка? Яблоки, яблоки у меня пытался украсть. О, да, у деда мои яблоки. Думал, что если дед старенький, так он яблочки свои зашишить не может. Я хочу в 43-м от немцев зашишал. Дедуль, а сколько вам лет? Это неважно сейчас. Все, быстро в суде его. Давай. Слушайте, ну, если это вор, дедуль, вам нужно либо в милицию, либо там в полицию, или что они там еще придумали. Был я дед, там и там уже. Они меня к вам послали. К нам? Да. Точно? Точно. Они так и сказали, иди-то, дед, на три буквы. Вот. А посередине У. Так я и подумал, что это суд. Правильно? Правильно говорила? Нет, дед, неправильно. Неправильно. А то есть яблоки воровать у деда это правильно, да? Дедуль, ну не могу я его судить. Все, все, теперь. Я тут строй. А ну, а ну, суди его быстро. Дедуль, ну не махай своей пукалкой. Не буду его судить и точка. Ах, точка, да? Хорошо. Хорошо. Значит, идем, идем быстро. Я тебя там расстрояю около яблони и под яблоней, закопаю хоть удобрение из тебя будет. Давай. Идем. Самосуд устроим. Все. Дедуль, ну какой самосуд? Ну что? Ладно. Давайте в порядке исключения я буду его судить. Вот так. Вот это правильно. Вот это уже разговор. Если вы успокоитесь. Выноси. Итак, захищение чужого имущества, а именно яблочек многоуважаемого дедушки. Многоуважаемого, я слышал. Присуждаю вам пять лет лишения свободы. Довольны? Пять лет. Всего. За такие яблочки наливные. За такие яблоки расстреливать надо. Расстреляй его, а. Ну. Дедуль, ну нет у нас смертной казни. Что за страна такая? Ничего у них нет. Ну, хоть пять лет посидишь говно. Всего яблоки мои хотел украсть. Теперь объясните мне, пожалуйста, что это было. Тут такая ситуация. В общем, это мой дед. У него склероз. Я его внук, понимаете? Он меня послал за яблоками нарвать их, а потом связал и притащил сюда. Меня милиции знают, обычно отпускают. И тут они что-то злые были, видать, переаттестацию не прошли. Ой, ну повезло вам, что он еще стрелять не начал у вас. Это точно. Он вчера вам соседа за Гитлера принял. И что? Поймал и расстрелял. Солью. А. На троих. Добрый день. Что ты сказал? Здравствуйте. А, здорово. Что надо? Два гамбургера. Картошку по-селянски и махнаггетс. Погуляли вчера, да? Что, заметно? Что с машиной? А что ты допытываешься? Ты что, мент, что ли? Я работник СТУ. А. Извини, братан. Вчера было весело. Значит так. Машину полностью проверить. Полностью. Жена сегодня возвращается с командировки. Надо, чтобы все было чисто. Понял? Понял. Посмотрим, поищем. Закончим, позвоним. Не надо никуда звонить. Просто пхни меня вбок. Я вот там вот прилягу. Понял? А. Хорошо. А где у вас тут бар? А тут неналеко. Пару километров отсюда. Класс. Давай у меня одну височки и колу. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Новая канистра. Так. Просыпаемся. Значит так. В результате досмотра транспортного средства было обнаружено. Так. Помада. Одна штука. Цвет гнилая вишня. Попандос. Чулок. Один. Цвет мокрый асфальт. Угу. Флакон духов. 0,2 литра. Одна штука. Итого. Три предмета, 300 баксов. Нормальная цена. Если бы жена это все нашла, мне бы это все вышло намного дороже. Согласен. Но это еще не все. В результате досмотра обнаружилось еще кое-что. Что? Пожалуйста. Я! Я! Что это? И мне ты должен гораздо больше, чем им. У меня оплата почасовая. Я тебя не заказывал. Да я сама тебя не помню. Но факт остается фактом. У меня принцип. У кого проснулась, то ты платит. Горная женщина. Я посчитала. Ты свободная женщина. Лети, ну, б***ь, сюда. Понял? Ах! Иди уже. Я надеюсь, эта ситуация останется между нами. Конечно. Это принцип нашего СТО. Тайна клиента. Для нас закон. Представщик. Ну, на вашем месте я поспешил. Там вашей жены машина тоже на осмотре. Моей жены? Да-да. Попросила проверить машину после командировки. И ты там что-то нашел? Я ж сказал, главный принцип нашего СТО. Тайна клиента. Для нас закон. Какой нахрен закон? Я и есть закон. Я прокурор ворота. Сюда иди, быстро. Б***ь. Я не убью, б***ь. На троих. Ну, ладно, иди. Ой, такого. Это так интересно. У меня такого не было. Оля, твой локомотив любви дома. Папа. Это что здесь происходит? А? Да я хочу спросить, что здесь происходит? Не понял? А что ты не понял? Я сколько раз просила сына позаниматься по математике? И что? Что? Ты знаешь, что у него двойка? Это может подтвердить учитель математики. Два, у него два, честно. Ты еще и учитель математики. Да-да-да. Сейчас я быстро оторву тебе твой многочлен. Я знаешь, что сделаю? Я тебя сначала корень квадратный извлеку, а потом на ноль разделю. Понял? Здесь, пожалуйста, на ноль делить нельзя. А я сейчас тебе покажу. Подожди, подожди, подожди. А кто нашему сыну поставит отлично за четверть? За год обещаю, за год. За год, за год? Ладно, только ради сына. Оденься. И что ты, вот так вот теперь будешь с каждым учителем оценки исправлять? Ты что? Евгений Михайлович, он не только учитель по математике, он директор школы. Да. Обещаю, золотую медаль. Золотую. Только не надо. Да, сынок, знал бы ты, сколько для тебя твой папка делает. Ладно, хиляй отсюда, пока я не передумал. Стоять! Ой, ну что, ну что, я сейчас не пойду. И за шторы мы сдавать не будем. Ни копейки, не надо. Все, иди. Еще раз увижу, убьем! Ну что, думаешь, что работало? Ну, если мы дочь таким способом отправили учиться в университет, то дочку мы как-нибудь очень справим. Исправим. На троих КОНЕЦ